Почётных граждан Заполярного района стало на два человека больше. На торжественном вечере, посвящённом Дню рождения муниципального образования, медали почётных граждан вручили Виталию Асташову и Юносу Шумила. Как и предыдущие шесть человек, судьба и трудовая жизнь этих людей стала частью истории округа и Заполярного района. 11 тысяч часов налёта в санрейсах, десятки операций, спасённых жизни и помощь в рождении сотни детей. О своей трудовой жизни Юнос Дмитриевич, врач широкого профиля окружной больницы, вспоминает то ли с печалью об ушедшем времени, то ли с радостью о недаром прожитых годах. Врач – профессия не для слабых. Каждый день нужно нести ответственность за здоровье и жизнь людей. И раненые, и резанные, и колотые, и стрелянные, и без руки, и без ноги, и кого только не вывозил. По сам заданию я не потерял ни одного человека. Всех вывез, всех привёз. Из 45 лет врачебного стажа, 30 лет, Юнос Дмитриевич посвятил Неницкой окружной больнице. О результатах его профессионального труда говорить не приходится. Сегодня его пациенты продолжают благодарить за спасённую когда-то жизнь. Именно за это Юнос Дмитриевич стал седьмым почётным гражданином Заполярного района. Почётную награду ему вручили на торжественном вечере, ко дню рождения Заполярного района. Второй житель округа, внёсший не менее значительный вклад в развитие региона, Виталий Асташов. Его биография неразрывно связана с селом Коткино. Более 20 лет он руководил школой и стал инициатором популярного детского лагеря в Литково. Сегодня лагерь имеет районное значение. На летний отдых туда приезжают школьники из других поселений. Также в 1996 году Виталий Никитич был назначен первым главой Коткинского сельсовета. И там вообще люди любивые, весёлые, вообще жизнерадостные. И вот я хотел, чтобы и другие деревни у нас процветали. Ну а если деревни будут процветать, то и район будет процветать. На праздничном вечере назвали имена победителей ежегодного конкурса «Гордость Заполярного района». Из 32 претендентов в жюри выбралось 7 конкурсантов, которые оказались лучшими в своих номинациях. Получали подарки в этот день и представители администрации. За 9-летнюю историю в Заполярном районе произошли значительные изменения во всех областях жизни. В новых экономических условиях руководство ставит перед сельскими поселениями новые задачи. Поэтому сейчас главное направление, это округ поддерживает, и мы понимаем, что это надо делать. Это всё-таки развитие производства, это сохранение тех традиционных производств, которые у нас есть в селе. Ну и поиск новых вариантов жизни в селе, да, имеется в виду в плане работы. Гости праздника пожелали администрации и жителям сёл плодотворной работы и больше имён в списке почётных граждан Заполярного района. Виталий Мартынов, Валентина Чебичик, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Спасибо.